друзья всем привет с вами снова александр я напоминаю то что у нас идет с вами розыгрыш данного автомобиля подвоха здесь абсолютно никакого нет как только наберется полная сумма да то сразу же мы его разыграем если полной суммы не наберется то будут призы я честно хотелось бы хотя бы набрать сумму чтобы приобрести какой-нибудь автомобиль и вам купить между вами его разыграть дальше ребят не путайте пожалуйста вот вы не начинаете переводить деньги на мою карту сбербанка которая привязана к номеру телефона нет под видео где проходит розыгрыш указана карта сбербанка и под этим видео тоже будет указана карта сбербанка сегодня тема ролика сейчас мы с вами поднимемся на авторынок находимся кстати внизу авторынка поднимемся с вами на авторынок и будет такое мнение обывателя это мой друг он вот только-только-только сдает на права на права еще не сдал и будет приобретать себе автомобиль естественно будет приобретать себе автомобиль с моей помощи но мы просто его послушаем вот вообще его мнение об авторынке да что он думает об авторынке какие машины там продаются сколько вообще денег туда надо что приходить а сам расскажет на чтобы он обратил внимание при выборе покупки автомобиля ну и потом расскажу вам я на что нужно обращать внимание все едем на авторынок так ребят ну все мы на авторынке и давайте выслушаем человека человека звать виталий всем привет мы приехали на авторынок смотреть автомобили здесь хороший выбор автомобилей на любой бюджет можно подобрать в данный момент мы подбираем honda inside я лично себе хочу выбрать вот на что люди обращают внимание при выборе автомобиля на внешний вид на покраску на литье на резину на аукционный лист на пробег хотелось бы чтобы была камера заднего вида и конкретно в этой модели мне нравится что здесь темный салон так как я буду возить там коробки вот определить уровень и качество покраски можно только с помощью специальных приборов ну даже если такой толщиномер будет у меня я сам определить не смогу поэтому при выборе автомобиля лучше обратиться к профессионалам за помощью виталия ты вот живешь во владивостоке всю жизнь какое тебе вообще сложилось впечатление давай встанем немного туда шик и на солнце напротив автомобильки автомобиля встанем какое тебе вообще сложилось впечатление об авто рынке зеленый угол потому что ты живешь те 33 года ты все время живешь 32 ну почти 33 рынке ну и отсюда ехать завтра конечно конечно однозначно я считаю что нужно ехать в первую очередь сюда и выбирать автомобиль здесь автомобиль без пробега по россии почему-то у меня такое впечатление что сложилось рынке до что машины ездили по японии японии все-таки другие дороги другое топливо и все-таки машины получше чем на вторичном рынке ребят ну естественно осмотр автомобиля он начинается изначально с внешнего вида потому что потому что мы все хотим ездить на красивых автомобилях не думаю то что кому-то понравится да если на автомобиле будут царапины какие-то глубокие вмятины хотя в принципе в принципе люди все разные вот давайте я наверное все-таки камеру возьму вот сам покажу потому что мне кажется так будет более более удобно но весель такой сложновато автомобиль вот чтобы было наверно проще покажу на фите и так внешний вид мы смотрели то есть видим то что таких видимых дефектов на автомобиле нет ну допустим допустим нас нас данный автомобиль он устраивает вот вижу вмятинку небольшую вот здесь вот такие вот ребят вмятины они вытягиваются бесконтактно то есть красе здесь ничего не нужно сильно строго прошу не судить потому что я покажу такой беглый осмотр автомобиля осматриваю багажное отделение если у машины есть тазик залазим обязательно туда здесь как такового тазика нет здесь есть домкрат но мы можем туда залезть и посмотреть да все это дело сопровождается вход и видео отчетом вот здесь мы видим что то вот коска какая-то но ладно сегодня данный автомобиль мы не проверяем просто вам показывал осматриваются сзади швы герметики чтобы они были заводские дверь на предмет съема все сопровождается фото и видео отчетом естественно осматривается низ автомобиля на наличие коррозии наличие ржавчины естественно автомобиль проходится толщиной мерам осматривается салон на предмет каких-либо дефектов в том числе ну и допустим на таких моделях поднимаются сидушки смотрятся смотрим значит двери на предмет съема есть такие автомобили где посмотреть очень сложно но но я всегда дублирую стойки пороги внутрянку толщиномером я делаю это всегда то же самое по левой стороне то есть есть какой-то там намек да неважно есть намек нет намека толщиномер достать несложно посмотреть вот здесь у меня какое-то такое небольшое подозрение есть я ничего не утверждаю что дверь это менялась аукционный лист не открывал внимательно машину не смотрел вот было у меня подозрение на замену двери я опять же ребят я бегло все смотрю бегло здесь смотрится салончик у машины у машины есть но шильдик на разных автомобилях он крепится с разной стороны и есть номер кузова естественно открывается аукционный лист аукционный лист открывается всегда по-разному когда платно когда бесплатно платно открывается с того момента если прошло три месяца вот здесь что нет вот здесь я вижу вот была замена двери да но опять же есть замена двери и замена двери страшно в этом ничего абсолютно ничего нет то есть посмотрели ну трянка у нас целая все поменяли эту дверь поменяли и забыли вот такие вот маленькие царапины они полируются кстати у данного автомобиля хорошая комплектация вот эти места снизу все фотографируется естественно заводится двигатель то есть изначально осматривается подкапотное пространство осматриваются швы герметики внутри болты капота здесь внутренние на предмет съема замены крыльев верхней планки смотрим лонжероны швы смотрим на лонжерона чтобы было все заводское то есть когда все вот эти манипуляции произвели смотрим масло у нас уровень и тогда у нас уже происходит запуск двигателя на холодную то есть вы получаете запуск двигателя на холодную и на горячую если я щуп коробки передач как в нашем варианте автомобиль прогрелся автомобиль прогрелся мы посмотрели жидкость вариаторе ребята вот такой вот небольшой беглый обзорчик я показал да как проверяется автомобиль поэтому теперь вы будете немного в курсе в будущем в будущем я планирую снять как я осматриваю автомобиль уже прям полноценно забыл добавить то что на автомобиле по возможности но допустим если бы я сейчас проверял данный автомобиль на нем установлена зимняя резина я бы сделал бы на нем тест-драйв если на автомобиле стоит летняя резина тест-драйв вот по такой по такому состоянию еще можно до состоянию дороги если снег если снег то тест-драйв тест-драйва не будет друзьям и но вот такое вот небольшое кино получилось я прошу строго не судить дату все это было не полноценная проверка автомобиля это так на скидочку вот но от виталия все-таки хочется услышать мнение до мнения такое человек когда болеет да он может либо лечиться самостоятельно либо обратиться к помощи доктора который будет знать точнее как вылечиться быстрее и с меньшими потерями также с покупкой автомобиля можно искать можно делать самому купить самому ну лучше обратиться к спам помощи специалиста тогда будет все в порядке вот и кстати кстати сегодня ходили по рынку очень много кейкаров прям очень много на одной стоянке поэтому завтра планирую пойти на рынок и снять видео про кейкары на сегодня все всем спасибо кто досмотрел до конца всем пока всего доброго